Страх начать что-то новое, что-то менять в жизни, это сейчас просто какая-то пандемия. Люди боятся и откладывают. Откладывают, не начинают, не приступают. А если делают, то делают как-то совсем по чуть-чуть, не вовлекаясь в это полностью. Не так много способов преодолеть этот страх. Первый, но он достаточно простой. Любое дело, к которому вы бы хотели приступить, оно имеет людей, которые этим делом занимаются. Оно имеет какую-то информационную нагрузку. И важно, конечно, если вы что-то начинаете делать или собираетесь что-то начать делать, просто начать собирать информацию, превратиться в такого детектива, который изучает как что. Если вы собираетесь переезжать в другую страну, вы же можете кучу всякой разной информации собрать до того, как вы в ней окажетесь. Потому что некоторые переезжают, а потом такие «эээ, что это было?» Поэтому, конечно, важно подготавливаться, подготавливать себя к чему-то новому. К новой работе, новым даже отношениям. Потому что вы о человеке можете очень много узнать, даже еще не вступив с ним в отношения. Просто по знакомству дальше вы можете какую-то информацию об этом человеке собрать. Не надо бросаться сразу, как бы сказать, без головы в это дело. Вторая вещь – это связанность как раз то самое вовлечение. Понимаете, когда вы подходите, так пощупаете, пощупаете, но не пытаетесь внутренне вовлечься, не пытаетесь это сделать, новое дело, новые отношения, проекты какие-то новые, не пытаетесь сделать их как бы частью себя, а ведь они станут частью вас в том или ином виде, в плохом или в хорошем. Потому что если вы как-то криво-косо будете это делать, то встанет в плохом. Если вы делаете это с полной самоотдачей, то вероятность того, что и получится, и ваша жизнь обретет новые краски благодаря этому, сильно увеличивается. Поэтому надо быть готовым делать большие ставки. Вот не мельчить, потому что мы, вот, большие специалисты сейчас, просто начать мельчить во всем. Ну, в результате будет страх, потому что вам просто внутренне будет не собраться, у вас не будет, как бы, нужной, вот, так сказать, страсти. Страсти сейчас вот найти не хватает. А когда нет страсти, страхов, у них столько возможностей в нас развернуться. А страсть-то возникает не чудесным образом. Часть страсти возникает из-за того, насколько вы хотите это сделать своим. И насколько вы хотите, чтобы у вас была хорошая жизнь, потому что у вас в жизни это есть. То, что вы сделали своим. По-настоящему. Как следует. Облекшись. Редактор субтитров. Продолжение следует...